Здравствуйте друзья! Сегодня будет небольшой обзор на автомобильную зарядку от производителя Сампк. Эта автозарядка не может похвастаться поддержкой современных протоколов, но зато может отдавать более-менее приличную мощность. И да, это тот случай, когда то, что на упаковке, соответствует тому, что в упаковке. Начну как и положено с характеристик бренд Сампк. Выходной порт USB 5F2.1AE1A. Артикул A012. Входное напряжение 12,24F2.4A. Суммарный ток на выходе USB 3.1A. Вес 80 граммов. Размер 95 умножить на 45 умножить на 33 мм. К покупателю зарядная приезжает в пакете зиппере, примечательность этой зарядки в том, что она сквозная. Это означает, что ее можно подключить в прикуриватель, а с торца подключить другое устройство для прикуривателя. Корпус зарядки сделан из пластика. На хвосте имеется немного информации, на одной из боковин имеются два USB порта, как видим порты подписаны как два. 1A и 1A, но забегая вперед могу сказать, что они параллельные. При подключении зарядного в прикуриватель, с торца загорается синий светодиод. Светит он довольно ярко, но некоторым может не понравиться такой яркий фонарик в машине. Подключил в USB порт тестер, и он сделав тестовые замеры сказал, что никакими современными протоколами тут и не пахнет, поэтому просто подключу нагрузку и проверю как себя ведет это зарядное устройство. Начинаю с порта подписанного как два. 1A, при нагрузке в одном, а имеем напряжение 5-5, при нагрузке в двух, а имеем те же 5-5, и при нагрузке в трех, а все те же 5-5, что уже неплохо, пробую нагрузить второй порт, который подписан как один А. Нагрузка в одном, а нагрузка в двух, а нагрузка в трех, а как видим у второго порта поведение схожее с первым. А теперь пробую нагрузить сразу два порта. На фото максимум, что отдает зарядка с двух портов одновременно 2,3А плюс 1А, что в сумме дает чуть больше, чем те же 3А, которые можно снять с одного порта. Также ЛББ показал, что при максимальной нагрузке зарядная потребляет 1,6А при напряжении выставленном в 13,5, если кому это будет интересно, выводы в целом считаю, что за свою цену зарядка нормальная. Из удобных фишек можно отметить возможность сквозного подключения устройств в прикуриватель. Из минусов конечно же отсутствие QC, но учитывая, что она может отдать более-менее нормальную мощность, для не самой быстрой зарядки устройств в машине в целом зарядка сгодится. Брать такую зарядку или нет, думайте сами. Я лишь сделал небольшой обзор и сделал замеры. Факты есть, решать вам. На этом весь мой короткий обзор. Желаю всем хороших выходных. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok